ЧЕМ ДОЛЬШЕ БРАК, ТЕМ КОРОЧЕ ПРЕЛЮДИИ А ну стой, байдюга! Руки вверх! Галина Фёдоровна, это я! Валера! Валера, ты что ли? Да конечно, это я! Ты что вырядился? Опять из банка звонили? Никто мне не звонил, и никто меня не ищет. Галина Фёдоровна, я думал, что вы не узнаете, я просто не хотел вас во всё это втягивать. А ты меня в это не втянешь? У меня аллергия на алкоголь. Я не в этом смысле, я в другом. Дело в том, Галина Фёдоровна, что я Человек-паук. Кто? Человек-паук. Ты, Валера Пипеткин? Тебе что не нравится в твоём имени? Галина Фёдоровна, вы не поняли, я настоящий супергерой Человек-паук. Я должен идти спасать мир. Юля! Юля! Мам, ты что орёшь? Там Анька спит. Беда. Валерка вон, смотри, опять белая горячка пришла. Валер, ты что вырядился? Ты что мои колготки и купальник надел? Юля, я думал, вы не узнаете. Ну, раз уж узнали, я признаюсь, дело в том, что я супергерой, Человек-паук. И мне нужно спешить, пока не кончилась суперсила. Ты на часы-то смотрел? Время полдвенадцатого. Полчаса уже как твою суперсилу не продают. Валера, ты что думаешь, я поверю в то, что ты супергерой? Ну, ты же поверила, что он нормальный, когда замуж выходила. Мне нужно спешить, вы меня не остановите. Вы что, не видите, что на улице происходит? На улицу страшно выйти? Конечно, страшно. Мужики в колготах шляются. Валера, давай раздевайся и иди спать. Вы меня не остановите, я должен идти защищать всех униженных и оскорблённых. Если ты в этом выйдешь на улицу, то унижать и оскорблять будут только тебя. Я решил, я должен спасти мир. Понятно? Хорошо, Валер, хорошо. Я иду с тобой. Юля, ни в коем случае. Оставайся дома, в квартире. Я должен знать, что ты в безопасности. О какой безопасности ты говоришь? Наша квартира попала в программу снос ветхого жилья. Причём дом не попала, квартира попала. Я решил, я уйду. Я должен защитить этот мир. Так, я тоже с вами иду. Я буду женщина-кошка. Галина Фёдоровна, ни в коем случае. У вас нет суперспособности. Как-то нет. Я шесть детей родила. Я женщина-кошка. Это потому, что у вас рядом с домом аптеки не было. Это не от большого ума всё. У меня есть суперспособность. Я на одну пенсию всех вас содержу. Почему вы мне не верите, что я супергерой? Я должен идти. Папа? Папа! Я так и знала, что мой папа супергерой. Пожалуйста. Конечно, дочка. Теперь ты знаешь. Да, я супергерой. Вот так. Папа, а если случится беда, ты спасёшь меня, маму и бабушку? Да, дочка. Я обязательно спасу тебя. Папа, ты стал супергероем, как Питер Паркер, после встречи с Пауком? Нученька, он стал супергероем после встречи с Белочкой. Круто, пап. А время останавливать ты умеешь? Ну, не умеет. Он только выпадать может из него на три дня. Почему вы какую-то ерунду говорите, Галина Фёдоровна? Я настоящий человек-паук-супергерой. Это ещё кто такие? Бабушка, это Супермен и Бэтмен. Вы чё меня за дурочку держите? Это Ярица и Попов, местные алкаши. Вы чего? Чё собакрали? Чё такое? Чё? Валера, скорее, скорее, пойдём. Инопланетяне уже прилетели. Да ты чё? Да ты чё? Да ты чё? Ладно. Если так, забирайте ружьё, оно вам больше пригодится. Вы не могли бы ещё добавить 200 рублей и овощную нарезку? Зачем? Юля, ты чё, как из леса-то? А вдруг инопланетяне с миром прилетели? Мы чем-то должны встретить их. Держите. Вот, уходите быстрее, уходи. Возможно, неделю не будет. Где они? Да ты чё? Доченька, у тебя папа настоящий супергерой. Иди спать. Юлечка, по-моему, не нас обманули опять? Пошли бухать. Это неважно, мам. Пусть хотя бы для своих детей их отцы будут супергероями. Ты моя мама. Нет, не с миром они прилетели. Не пригодилась нарезка. Юля, спасай сумки. Галина Фёнаровна, нужны ещё люди. Рожайте пока можете. Эх, зигодная инопланетная. Юля, звони в психушку. Подарочному сертификату в суммы не смотрят. Коля, подарок купил Славке? Славке? Да. Конечно. О, спиннер. Ха! Чё? Ты гироскутер мой обещал? Гироскутер? Обещал, если он будет весь год себя вести нормально, если замечаний не будет. Ха! Чё, были замечания какие-то? Разберёмся. Чё ты меня отвлекаешь? Давай это, накрывай на стол. Славка всё уже приготовил. Чё накрывать-то? Так, и вот ещё два салатика, и того получается 12. Ой, папулечка, я тебя не заметил. Здравствуй, дорогой папочка. Как хорошо, что ты пришёл, мы будем дарить друг другу подарочки. Ой, я чуть не забыл, я же погладил все твои рубашечки, чтобы ты был самым любимым и модным папочкой в мире. Чё, сколько стоит этот гироскутер? 29800. Офигеть. Ну ничего, идеальных людей не бывает. Особенно в нашей семье. Найдём до чего докопаться. Посмотри, какая рубашечка тебе больше нравится, вот это, вот это или вот это? Давай вот эту, сынок. Вот это хорошая. Ой, как она тебе идёт, папочка, эта рубашечка, прямо под цвет глаз. Ладно, чё. Чё-то с этим пахнет, ацетоном чё-то, а? Ацетон, прям да, ага. Мужики тебя видели в гаражах, ты чё там, ацетон нюхаешь, что ли, с мужиками? Нет, папочка, ни в коем случае, ты что, это сюрприз был. Я карбюратор до твоей машины три месяца ацетонил, чтобы твоя машинка заводилась, как часики. А чё со штанами у тебя? Ты смотри, штаны, мать, ты же не отстираешь штаны. Как я стирать-то буду, как же это? Офигеть, а? Папочка, я эти штаны нашёл на помойке и надел, чтобы не замарать те, которые ты мне подарил на день рождения, пять лет назад, я добро помню. А ещё я сделал ремонт в своей комнате и переклеил обои. Обои он переклеил, видишь? А где ты деньги взял на обои? Своровал? Не воровал нигде, я просто мыл посуду в школьной столовой. Так, подождите, вот откуда у нас мясо-то свежее, вот. Мясо воровал из столовой. Нет, я не воровал мясо, папочка, я просто экономил деньги с обедов, чтобы покупать мясо, чтобы наша семья была сытая и довольная. Мы же самая лучшая семья в мире. Папочка, папочка, папочка. Я пойду в подъезде лучше помою, потому что за полчаса наверняка уже наследили. Ох, зима, зима. Ну чё, мистер Спиннер, чё думаешь? Да вот думаю, как он так окна чисто помыл. Я прямо вижу всё. Нажёг на обездну, я никогда ничего не видел в них, а сейчас, если присмотреться, я вам Подольск вижу. Про подарок чё думаешь? А, про подарок? Ну? Я думаю, из шестёрки старой вытащить задний кардан вместе с колёсами. Можно первое время проканать. Коль, ну серьёзно. Серьёзно? Притворюсь, что я больной, он меня пожалеет и перестанет думать про этот подарок дурацкий. Угу. Он тебя реанимирует, два счёта. Он за бабушкой ухаживает уже полгода. Два раза её вытаскивал с того света. Обычным утюгом. Утюгом? Угу. Сейчас узнаем. Алло, мамуля! Алло, сыночек, здоровья тебе! И спасибо за внука. Каждый день ко мне ходит, полы моет, сауну топит. Какую сауну, мам? Ну что ты придумываешь? Так вот балкон так утеплил, что там жара, как в сауне теперь. Солота, а не внук. Ага. Ну, чьё воспитание-то, да? Ну что, мам, может, это, подарок ему сделаем, золотому внуку-то, на Новый год-то-то, гироскутер-то пополам? Давай скинемся по 29 800. Как это, скинемся? Ты же вроде подарить обещал. Или обманул. Дитя невинное. Я им подарил этот спиннер. Да чтоб тебе пальцы подрубал этим спиннером. Неудатый, айтихый. Всадник апокалипсиса. Чё мама говорит? Ну, чё говорит. Спиннер нормально, говорит. Главное, чтоб пальцы не отрубил себе. Фух, с третьего раза весь подъезд отмылся. Блестит сейчас, как новенький. Слова. А давай, знаешь, чё, поговорим, как мужчина с мужчиной. Ну, чё у тебя там в этом классе? Чё, у всех, что ли, эти гироскутеры, что ли, есть? Нет, папа, гироскутеры-то нет только у меня и у классного руководителя. Вот, потому что взрослый человек умный, ему эти игрушки не нужны. Нет, папочка, потому что у него моноколесо. А когда ты уже пойдёшь в машинку за подарочком? Ты чё, в машине моей ковырялся? Нет, нет, папочка. Чё, без спроса ключи брал от машины, что ли? Нет, нет, папулечка, нет. Я когда делал генеральную уборочку, я посмотрел, а гироскутера на полочках нету, в шкафчиках нету, в кладовочке нету. Значит, в машине. А это, а я ж, знаешь чё, я же, вот чё думаю, у людей, у взрослых бывают такие ситуации, что что-то придумал себе, значит, нафантазировал, а потом раз, а денег нет. Папочка, я когда делал уборку и расставлял твои книжечки по алфавиту, я нашёл все-все-все твои заначечки и положил их книжечку «Три мушкетёра». Там на два гироскутера хватит. Я ж забыл, я ж гироскутер заказал по почте, прямо вот непосредственно в этом, в Тайване. Ой, папочка тайваньский, но он же в два раза дороже. Да, в два раза дороже. Ой, папочка со стабилизатором. Да, вот с этим секрефонатором там это всё. Вот, а главное, что чё, единственное, что почта России, ты же знаешь, как работает. Он может сегодня не прийти, может вообще не прийти. Папочка, дай мне номер заказика, я сам буду отслеживать посылочку, дай, пожалуйста. Там номер заказика, там простой, там один, два, три, там это шесть, пять, четыре, там это... Семь. Вот, мать подскажет, семь. Спасибо, спасибо, папулечка, спасибо огромнейшее, спасибо. Девушка, здравствуйте, здравствуйте, дорогая. Мне там гироскутер идёт из Тайваня. Что, номер заказика? Один, два, три, шесть, пять, четыре, семь. Как нет? Уже потеряли? Уроды! Гады! Чёрти позорные! Мне мой любимый папулечка, этот гироскутер... Папулечка, не переживай, всё в порядке. А вы потеряли? Я три года живу, как раб. Пошу, как лошадь. Сплю по три часа в день. А вы потеряли? Я тебя найду, корова. Я тебя найду. Расчленю. Тебя никто никогда не найдёт. Я тебя разложу по коробочке. И отправлю коробки твоей почтой. Твоей почтой отправлю коробки. Вставай, иди, ищи мой гироскутер. Ищи мой гироскутер на складе. Ищи сама. Ищи, 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 ищи. Уже нашли. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, как хорошо. Папулечка, нашёлся твой гироскутер, всё в порядке. Девушка миленькая. А давайте адрес доставочки уточним. Какой сурата? Какой сурата? Ехать в Оренбург. Ехать в Оренбург, Дарвина, 40. Вези сюда, мой гироскутер. Вези сюда, мой гироскутер. И ты сказал, вези сюда, гироскутер. Вай. Вези меняю адрес, меняю адрес, меняю адрес. А я сказал, меняю, я буду ждать, меняю адрес. Меняю адрес. Меняю. Меняю. уже поменяли ой девушка как хорошо спасибо большое скажите пожалуйста что а оплата оплата на месте да на месте папулечка за все заплатит правда папулечка что папулечка за все заплатит хочет а мне плохо стало ой мамочка по пулечке плохо дает уже ой как хорошо что бабочки хорошо отшипись отшипись от стола дональд теперь я президент америки мади мади нет я тебе не верю ты не президент я президента америка америки нужна молодая кровь отшипись нет уйди уйди тебе 78 поэтому мне надо скорее успеть поуправлять отшипись меня выбрал народ я не верю тебе бати нет что что ой смотри ой что это я не вижу ни черта отойди дальше дальше отойди дальше еще не не вижу ни черта дальше еще дальше не вижу но я дальше не могу я тебя не слышу дальше все иди обратно тогда куда идти я не вижу иди на запах на какой какой запах должно пахнуть хной и автозагаром сюда да уйди уйди уходи я никуда не уйду я здесь только все разложил это все не соберу я тебе еще помогу собрать все вот активированный уголь аскорбинка вот это шо это это же этот нитроглицерин все вот сейчас соберу это что это рассада сердце вот черри вот здесь горох никитка здесь анютины глазки у меня что ты делаешь чё чё пакет надо было в пакет протечет все где я тебе возьму второй пакет иди вон там на балконе у меня возьми вон там три постирал у меня сушатся не пойду я на балкон я без подстанников я растужусь иди ты к черту ты не умеешь управлять Америкой чё из-за тебя доллар уже 78 ты да пусть людям в глазах смотреть это я не умею ну-ка сядь 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 давай сейчас посмотрим сел сейчас открываем новости какой там курс сто рублей доллар уже стоит смотрим еще сто шестьдесят так убирайся ты только хуже делаешь никуда не уйду ну-ка убирайся убирайся я сказал меня отсюда только вперед ногами вынесут я тогда подожду это максимум неделя тем более ты все равно такой страной не умеешь управлять что это я не умею а ну дай сюда эту красную кнопку щас дам на и чё а чего ничего не летит я не знаю мне такую уже дали я первый месяц тоже ежал ты сломал ее нет сильнее надо вот и все что нужно чтобы управлять Америку иди к черту а сам иди к черту что еще надо делать так значит дальше это у тебя что а это у тебя парик твой что ли запасной это чайный гриб вот приложи ухо к нему приложи он поможет уху нет не поможет он помогает управлять Америкой стену с Мексикой знаешь его идея и против России знаешь он придумал это хорошая вещь его знаешь с утра как прет я только успеваю записывать значит дальше слушай смотри вот берешь значит карту глаза закрываешь и вот так вот тыкаешь любое место куда палец попал туда нападаешь понял понятно так и где здесь Россия Россия я ее убрал на всякий случай я ж старый а не тупой это ты правильно сделал все это правильно все так это значит вот так управлять так что еще зачем столько телефонов а телефонов телефонов я не помню уже я сейчас позвоню сейчас алё кто вы кардиология кардиология да это нужно это поближе алё это кто урология это поближе ко мне алё кто вы пентагон а чего вы лечите а не от чего это бесполезно это выкинь я уберу его самое главное что надо знать когда управляешь Америкой так вроде все тебе сказал все все значит нет все остальное нормально значит вот знаешь что я не успел скрипышей да собирай у меня двух легендаров не хватает тут а все остальное в Америке нормально это у меня есть да все так все пошел постой да скажи мне что самое главное надо знать чтобы управлять Америкой самое главное значит смотри я тебе покажу запомнить три движения вот вот так значит вот так вот так и все что за бред это без музыки бред а с музыкой это президент Америки на вот давай вам погнали ой здорово вот это класс да это кто придумал вот пожалуйста какой красавич надо его подкормить да не забывай поехали певец Тимати использует брата близнеца как черновик для татуировок это тату салон да бабушка тату салон здравствуйте очень хорошо мне нужно одну татуировку набить нет свести нет приподнять приподнять простите не понял чё ты не понял я тебе говорю Ленина надо приподнять бабушка Ленина приподнять это вам в госдуму там они решают я не про того Ленина который лежит я про того который на мне наколот давай более понимает где у вас Ленин ниже чем хотелось бы на спине нет не на спине на руке нет не на руке на ноге нет не на ноге но у меня больше нет вариантов у меня сейчас тоже больше нет этих вариантов а раньше они были так вот на одном из этих вариантов был наколот Ленин чё ты такой тупой то а объясняю у меня был на голод Ленин Сталин Хрущев всё было логично сейчас всё перемешалось сейчас там всё в кучу вы бы более просто покажите где у вас Ленин показать? да а у тебя дети есть? двое не могу их сиротами оставить тебя подготовить надо не выдержишь ты это чё у тебя стул такой что ли? я тогда это сяду это сяду это сяду Ладно, раз ты ничего не понимаешь, мне тогда нового Ленина набей. Только набивай мне с широким лицом. Со временем оно до нормы вытянется. Я, по-моему, понял. Вам, наверное, не сюда надо, а в клинику пластической хирургии. Я была в клинике пластической хирургии. Мне там только на 10 сантиметров приподняли. А мне надо выше и с запасом. Хотя бы на метр. Давайте, по-моему, проще новую набьем. Хотите, например, череп? Череп? Чей череп? Ленина? Сталина? Чей череп? То уточняй, чё ты. Просто череп. Или какой-то нужен конкретный череп? Ну, в идеале мне нужен череп нашего председателя Жека. Причём хотелось бы не в виде наколки. Сможешь организовать? Ты шуток не понимаешь? Давай показывай, чё у тебя там есть. Давай новую. Дракон. Дракон есть на спине. Бабочка. Бабочка есть на бедре. Махаон. Бубновый туз. Бубновый туз на попе. Вся колода. Костет. Костет есть. И татуха. И в кармане могу жахнуть тебе. Лепрекон. Лепрекон какой-то. А, синий у меня есть. Ну-ка дай сюда. Так, это у меня есть, это есть, это есть, это есть, это есть. Это у тебя прошлогодний каталог. Это у меня всё есть уже. Есть у тебя новый каталог какой-нибудь? Хотите, бабушка, мы набьём меч? Меч? Нет, набей мне лучше мяч. А лучше набей, знаешь, что? Футболиста известного хочу. Рональдо. Нет, известного я хочу футболиста. Месси? Да и какого Месси? Я говорю, такого, чтобы на весь мир прогремел. Вспомнила. Набей мне Кокорина с бухлом. Я, бабушка, не знаю, как выглядит Кокорин. Так никто не знает, как выглядит Кокорин. Просто набей любого человека, подпиши Кокорин и стрелочку на него. Вот она, голубушка, где. А я тебя в твоём батутном парке есшёл. Я была в батутном парке, да. Не было тебя там, я несколько раз заходил. Была, я была в батутном парке. Когда ты заходил, я в прыжке была. В верхней точке. Я подолгу в ней зависаю. Чё тебе надо? Переживаю за тебя. Чё-то ты не переживал, когда меня грузин на машине увёз. Это скорая была. Это был грузин. В грузин на скорой, дура. Милок, чё ей от тебя надо? Она просит Ленина поднять, а я не знаю, как. Так ты, это, броневичок ей наколи. Ленин сам к нему поднимется. Я сейчас слезу со стула. Чё мой ты-то? Тут осторожней, да. Соблазняешь меня? Я тебя не хочу. Это стул такой дурак. Да, хороший у меня стул. Может, мне чё-нибудь сделаем, раз уж я пришёл. Давай тебе тогда сделаем пирсинг, давайте сделаем. Давай, а чего это такое? Это губу проколем и туда кольцо вставим. Зачём это? Челюсть будем пристёгивать, чтобы ты её не терял. Да я её не теряю, она у меня в кармане прибрана лежит в платочке. Действительно, дедушка, раз пришли, давайте вам просто набьём что-нибудь. О, точно. Ты мне вот тут наколку сделай, пин-код от карты наколи. Шестой месяц пенсию снять не могу. Всё, иди, я сейчас Ленина буду показывать надоело. Нет, я сначала уйду. Боюсь, второй раз моё сердце этого не выдержит. Знаешь чё, всё, давай набей мне меч. Только, знаешь чё, не меч набей, а покороче, кинжал. Он со временем до меча вытянется. И знаешь чё, чуть левее набивай, а то он года через три может Ленину бошку проткнуть. Всё, давай бери машинку, пошли, набивайте-то, всё. В «Кавказских сказках» все три сына умные красавчики. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Ай, богатырь. Да бессмертный я, бессмертный. Я уже везде стал писать слово «бессмертный» с одной «С». Чтобы все обратили внимание на это. Бессмертный. Ну ты, сулб. Ну всё, вообще, хана себе. Интересно, а там что? Заяц. Заяц. Порвал. Жёсткий ты. И что там, интересно? Утка. Как неожиданно. А в утке, наверное, что-то яйцеобразное. Яйцо. А-а-а-а-а. А-а-а-а. Яйцо. Интересно, а в яйце что? А-а-а. Ау-у. 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 Ау. Вот человек, ну ведь знай, что там игла. Нет, лезешь постоянно и лезешь. Вот она. О, иголка? Нет, нет, нет. Только не ломай. Нет. А-а-а. Всё. Я умираю. Ты победил меня. А-а-а. Иди всем расскажи. А-а-а. А-а-а. Дверь закрой, а то по полу дует. Забыл, что ли, чё-то? Здравствуйте. Это улица Злодеяния, 15? Да. Скажите, а вы верите в брата? Какого брата? В родного. Брата-близнеца Кощея Бессмертного. Кощея Смертного. Здравствуй, идолище поганая. Тварь ты моя ротненькая. Мерзота моя любимая. Здравствуй, брат. Минуточку, минуточку. Дай-ка я проверю. Ты нашу мать давно видел? Вообще не видел. И я тоже никогда не видел. Значит, наш отец Киркоров. А ты сам-то кто? Смотри. Депутат. А-а-а. А-а, вот это да попал я. Брат-депутат. Меня раньше-то не любили. Сейчас вообще ненавидеть будут. Ну ладно. Полетели города уничтожать. Нет, давай лучше по-депутатски. Сначала возглавим, а потом будем уничтожать. Я думал, я тварь последняя. А я, оказывается, предпоследняя. Что с тобой? Чего ты хохочешь? Ты чего хохочешь? Что с тобой случилось? Чего там? Наркомана сожрала. И говорить не могу никак. Пахнет чем-то депутатским духом пахнет. Это мой брат. Депутат. Ух ты, какой жирный. Да, ты случайно депутат не бывший, а? Я свеженький, недавно избрали. Свеженький. Ха-ха-ха. Ну пойдем ко мне. У меня там чудеса. У меня леший бродит. Я попробовал, а по-моему, добродил. Так, слушай. Давай-ка старуха. Чего? Давай, давай отсюда. Чего это? Давай, к нам задом, к лесу передом. Давай, вперед. Слышь, Кощей, я че пришел-то? Давай, знаешь, че сделаем? Давай твой дворец снесем, а на его месте построим торговый центр. И назовем его Гошан. Гошан. А если ты будешь сопротивляться, мы тебя в лесу закопаем. Так я же бессмертный. А мы тебя живого закопаем. Фух. Ну все. Все, Кощей. Тебе точно хана тебе. Да, сейчас вообще жесть будет. Погодите. Вы же депутат. Я же за вас голосовал. Вы же обещали дороги ровные сделать и жизнь нашу наладить, а? Да это я просто так обещал, чтобы меня избрали. Вы как ребенок, я и могу. Верите, кому не попадя. А потом бежать и свяжать. Ну все. Хана тебе депутат. Ну что там у вас может быть? Ну что там? Ну что там? Ну что там? Заяц напугали. Ой, ой, ой. А что там у вас в Заяце? Что? Ну что там может быть? Ну что? Мандат. Не надо положить, пожалуйста, мандат. Не надо рвать. Мандат. Что ты наделал? Ну а? Ты порвал мандат. И теперь я умираю. Я превратился в обычного человека. Я не могу жить как обычный человек, потому что я привык воровать, игра. Э. Спасибо тебе, богатырь. Спасибо, дорогой. И теперь все люди смогут проголосовать за меня. Бессмертный номер пятнадцатый в списке депутатов. Отвечаю за дороги. Дороги. То, что мертво, умереть не может. В переводе с таджикского ремонт означает вечность. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Квартирный ремонт». Сегодня мы находимся с вами в исправительно-трудовой колонии номер восемь. Города Ивделя. Серый селезень. С нами вместе начальник трудовой колонии Александр Анатольевич Иванов. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Мы провели ремонт в одной из комнат этого учреждения. Хозяева комнаты три недели отсутствовали. По нашей просьбе они все три недели провели в карцере. И сейчас они впервые увидят свою обновленную комнату. Все это сделано в рамках федеральной программы «В тюрьме как дома». Итак, встречаем наших жильцов. Это что, наша хата? Это что такое? Что за беспредел? В натуре, ё-моё. Так, что забыли, что надо говорить? Как здорово! Это восхитительно. Я когда в тюрьму садился, о таком даже и не мечтал. В натуре, ё-моё, даже выходить не хочется. И не надо выходить. Как говорится, сидите и сидите. Потому что мы оформили ваше гнездышко в красивых розовых тонах. Также мы убрали большой ужасный стол, который портил интерьер, и заменили его маленькой дизайнерской экибаной. Также мы убрали четыре ужасных тубаретки и заменили их маленькими разноцветными стульчиками, которые создают настроение. Вы можете сесть и попробовать. Сели! Нюхаем цветок. Хочется спросить, Александр Анатольевич, ну как, настроение улучшилось? Настроение, огонь. Сидел бы и сидел. С этим прекрасным настроением переходим вот в этот угол. В этом углу вы можете заметить, мы смонтировали раковину. Раковина смонтирована на уровне пола. Это сделано в древнегреческом стиле. Это очень удобно. Можно мыть руки, а потом сразу и ноги. Вы можете попробовать. Начальник, я не буду пробовать. Ты будешь пробовать, нас показывают. Нас еще и показывают. Здесь показывают, в карцере не показывают. Ну что, удобно? Крайне удобно. Вы тоже можете попробовать? Не-не-не-не-не. Так что, отсюда видно, что удобно человеку. Пробовать-то, че. Ну тогда вытирайте руки полотенцем. Полотенце у вас лежало перед входом в камеру. Мы его отстирали и повесили сюда. Ну что же, раз уж речь зашла о гигиене, посмотрите, что мы сделали с вашим санузлом. Вы называли его параша. Там действительно все было плохо. И мы оформили его в русском народном стиле и украсили жар-птицами и петушками. Мы подумали, что в таком окружении вам находиться будет гораздо приятнее и уютнее. Так это, че получается, мне сейчас 7 лет терпеть, что ли? Зачем терпеть? Заходите и попробуйте прямо сейчас. Я... да. Давай, давай, я руки мыл. Я не особо желаю. Бегом зашел! Да-да-да, заходите. Ну как, уютно? Наиуютнейшее место. Вы, наверное, хотите спросить, а где ваше старое ведро? Где наше старое ведро? А ведро, которое раньше здесь стояло, мы превратили в красивую люстру в стиле лофт. Оно прямо над вами. И теперь это не рассеянный свет, а теплый сконцентрированный пучок. Еще и теплый. Дерните за веревочку. Такую красоту сломал. Ничего страшного. Мы починим. Мы вас задернем шторочкой, наслаждайтесь. Также в ходе ремонта мы обнаружили в углу вашей комнаты огромную дыру, которая вела аж за стену тюрьмы. Конечно же, мы подумали, сразу же подумали, что это недоработка строителей тюрьмы. И залили эту дыру стеклобетоном. Потому что вам из нее наверняка дуло. Также этим составом мы обработали все стены вашей комнаты, чтобы больше никаких сквозняков. Зачем нам простужены заключенные, правда, Александр Анатольевич? Да. Начальника можно выйти. Я вроде как все. Из санузла да, из тюрьмы нет. Это шутка от нашей программы. Смешно. Выходите, конечно же, выходите. Вы, наверное, хотите спросить, а где же ваши кровати? На туре, начальника. А где шконки? Мы убрали отжившие свой век верхние ярусы и сделали одну большую кровать на колесиках. Это очень удобно. Она прячется в нише стены. Когда она не нужна, вы можете убирать ее обратно в нишу. Ну, например, когда вы танцуете, или принимаете гостей, или занимаетесь йогой. Или, как говорит Александр Анатольевич, когда у вас идет шмон. Кровать очень удобная и крепкая, а на ней можно спать вдвоем. Пожалуйста, попробуйте. Не, начальник, это реально беспредел. Мы не ляжем. Мы тупо не влезем. Вы можете лечь боком. Специальные ортопедические матрасы позволяют спать боком всю ночь. Прошу. Нет. В натуре пусть меняют в шканаре. Если начнем менять кровати, жильцы будут отдыхать в канцере еще 30 суток. Ложимся. Ложимся. Вы, наверное, расстроились, что вам не хватило места. Нет, нет. Ничего страшного, ложитесь втроем. Кровать выдержит троих. Лег. Хочется спросить, жильцов, ну как, удобно? Да, крайне удобно. Прямо. Потому что это специальный ортопедический матрас принимает форму тела. Я не понял, это что там такое? Это матрас принимает форму тела. Ну что же, на этом мы заканчиваем нашу передачу. И хочется подарить счастливым жильцам вот этот небольшой сувенир. Это набор разноцветных ёршиков для мытья посуды в труднодоступных местах. Пожалуйста. А в следующей нашей программе мы сделаем ремонт в следственном изоляторе города Ишима, где проживает 800 жильцов. Я расскажу секрет, мы применим новшество. Это джакузи и кровать в форме сердца. До новых встреч. Пока. Машем! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чего ты орёшь? А догадайся, а чё случилось, а? Что, греча кончилась? Нет, не греча. Банки закончились? Нет, не банки. Талон к врачу не дают? Да нет же. Чё тогда? Дай сяду, подумаю. А-а-а, а-а-а, чё ты орёшь, ты мешаешь мне думать? А-а-а, а-а-а, может ты рожаешь? Я рожаю тогда, когда счёт за квартплату вижу. Ты слепая, что ли, меня холодильником придавило. Ой, господи, я думал, ты пол моешь. И чё, давно тебя придавило? Два дня назад. А чё ты меня сразу не позвала? Я пока до продуктов дотягивалась, всё было под контролем. Сейчас ты и тебе зачем? Зачем? Открой холодильник, переложи продукты с нижней полки на верхнюю. Через две недели он легче станет, я выберусь, а? Это навряд ли. Тут продуктов месяца на три тебе ещё хватит. Через неделю не выберешься. Ой. Ой. Как ты вообще туда попала? Как попала? Я мебель передвигала по фэншую. По фэншую холодильник должен стоять в зоне богатства. У бабушек холодильник, это и есть зона богатства. Его нельзя двигать. Вот тебя карма и настигла. Вот и правильно, и сдохнешь тут. Тебя как фараона погребут. Только над фараоном пирамиду строили, а над тобой будет ящик с просрочкой. Ты давай не трынди, перекладывай. Всё, переложила. Всё? Всё, давай, иди домой. Стой. Чего? Руки покажи. На. Рот открой. А. Язык высуни. Э. Повернись. Юбку снимай. На, ну. Хватит, а я сейчас обратно переложу всё. Чё тебе не нравится? Ты меня каждый раз так шманаешь, когда я от тебя ухожу. Я тебя ещё раздеваться не заставляла. И всего-то из-за какого-то мешка сахара. Шестидесяти килограммового. Если б я тебя тогда не рождела, я бы этот сахар никогда не нашла. Как ты его вообще запихала в трусы себе? Давай знаешь чё? Чё? Может я МЧС вызову? Да они не приедут. Меня за ложный вызов оштрафуют, если бы я горела и другое дело. Давай я тебя подожгу. Ты чё, совсем что ли? А чё? Ты ку-ку что ли? Там в холодильнике кура мороженая, ментай. Это всё разморозится. А чё ты ментай-то? Ментай-то же благородная рыба. Да, я знаю. Я из хлеба вылепила. По памяти. Ну чё, может давай я половину продуктов заберу тебе. Легче будет, раньше выберешься, а? Если ты у меня продукты заберёшь, молись, чтоб я не выбралась, а? Ладно, я только куру возьму. Это чё такое? Противоугонка. От лучшей подруги. Вот ты жадина, а? Вот ты жадина. Всё, иди домой. Нет, не пойду. Иди домой. Я попробую тебя вытащить. Как ты меня вытащишь? Я вот сейчас вот этот вот дрын возьму, вот. Ну? Ты где его своровала? Вот этот дрын, значит, смотри. Ну? Я его вставлю под холодильник, как рычаг, вот так. И чё? Раз, и подыму его. Так ты чё, дура, что ли? Чтоб холодильник поднять, нужно этот дрын упереть во что-то твёрдое и крепкое. Вот мы в твою бошку и упрём. Она твёрдая и крепкая. Давай. Так если ты мне в бошку упрёшь, как я вылезу-то? Как я холодильник подниму, ну, ты выпал здесь лишь под него, а потом я твою бошку из-бут рычага так бам и выпну. Давай. А, ну давай. Давай. Готово? Стой, стой. Ай, давай. Стой. Чего? Стой. Я вспомнил, у меня заколка на затылке. Если ты мне бошку выпнешь, я могу линолюм порвать. Он почти новый, ему 17 лет всего. Чёрт, с тобой ближе. Всё, иди домой тогда. Никуда я не пойду. Иди домой. Мне твоя жизнь дорога. Иди домой, я тебе скажу. Чёрт с ним, с ментаем, с этим, чёрт с ним, с этой курицей. Чё ты делаешь? Щас. Чё ты делаешь-то, ну? Чё делаешь? Я тебя сейчас подожгу. А? Чё ты делаешь? Я сейчас оболью тебя и подожгу. Это чё такое? Я чувствую, это бензин. Вода, походу. Вот тебе, получай. Ты где бензин-то взяла? Я как сказала, что Тому пошла поджигать. Все соседи сразу бензин понесли. До сих пор вон тащат. Жек вон бензовоз подогнал. Тянет сюда фланг, сейчас всё завьют тут. Это меня, потому что уважают и любят. Не то, что тебя творят. Щас я тебя. Чё-то они поджигаются. Да не трать спички, я тебе говорю. Я ими в ушах ковыряюсь. Вот почему они не поджигаются. Всё понятно с тобой. Ладно. Значит так. Чё, чё? Иди домой, всё. Я тебя не брошу. Иди, я полежу, высохну. Это бензин, он испаряется. Я тебя не брошу, я к тебе залезу. Куда? Куда? Зачем? Чё ты делаешь? Я к тебе залезу сейчас. Зачем? Чё ты делаешь? Мы с тобой вместе будем жрать твои продукты. Ты быстрее спасёшься. Чё ты делаешь? Уйди отсюда, давай. Я буду утром есть, а ты будешь спать. А потом я буду спать, а ты будешь жрать. Как я усну, если ты мои продукты будешь жрать? Ну давай, ты справа будешь жрать, а я слева. Я буду жрать и справа, и слева. Это мои продукты. Так ты не волнуйся, мы твои сожрём. Пойдём ко мне, мой холодильник уроним. И будем жрать? Чё там ронять? Он пустой у тебя. Ты ещё в магазине всё на кассе сжирай. Убирайся отсюда. Люся? Да? Вы на месте. Люсенька, это и есть то самое место, где мы сможем найти себе мужиков. Это зимняя рыбалка. Я думал, а мы идём в стриптиз-клуб. Нет, ты что? Стриптиз-клуб работает только по ночам. Зимняя рыбалка работает круглосуточно. Тем более мужиков здесь больше. А это точно мужики? Господи. Люся, а у тебя много знакомых женщин, которые будут сидеть в одинаковом? Конечно, это мужики. А почему они на нас не обращают внимания? Люся, это обычная реакция на нас. Ты себя видела? Если бы на нас обращали внимание, нас бы здесь не было. А они точно нас не слышат? Точно. Потому что они глушат рыбу динамитом? Нет, потому что они глушат водку. Это у них такой ритуал. Приезжаешь на рыбалку, выпиваешь бутылку водки, глохнешь, слепнешь и сидишь, ждёшь, пока тебя не отпустят. Это как очень быстрая кома. Точно. Почему они не шевелятся? Они боятся спугнуть рыбу. Да? Да. Тут вообще нет рыбы. Я поняла, почему нет рыбы. Мы в поле. Почему они в поле-то сидят? Потому что эти трое не влезли на озеро. Вообще без разницы, где сидеть. Хоть на озере, хоть в поле. Потому что водка везде действует одинаково. Смотри, каждого из них какая-то палочка. Это не палочка, дурында, Люся. Это удочка. Да? Они за неё держатся, чтобы не упасть. Это противовес. А почему они в тулупах, а мы в платьях? Господи, какой глупый вопрос. Потому что они так одеты для рыбалки, а мы так одеты для охоты. Тем более мужчина должен сразу же видеть, чего не хватает даме. А во-вторых, нам в таком наряде будет легче их догнать. А они что, будут разбегаться? Да. Когда к ним возвращаются слухи зрения, они разбегаются. А там уже выбирается. Ну что выбирать? Давай вот бери вот этого первого и всё. Мне кажется, замечательно. Нет, я не хочу первого. Я когда молочку выбираю, я не беру первое. Она просроченная. Надо брать подальше. Нет, ну хорошо. Хорошо, предлагаю взять вот этого. Вот этот вот. Этот? Ну да. Ну не знаю, я хочу посмотреть его. А тут какая-то куча просто тряпья. Господи, ну давай посмотрим зубы у него. Посмотри. Зубы нормальные. Значит, всё остальное тоже нормальное. А ты как это нашла вообще? Ой, интересная история такая. Я вышла с электрички и пошла за большой матерящейся кучей. Да ты что? Из которой вылетали бутылки и окурки. И вот я здесь. Так ты здесь не первый раз. Да. А почему же ты себе не поймала? Я поймала и ни одного. А почему ты себе-то не поймала? Я не себе ловила, потому что... А кому? Ну другим людям. Если я себе поймаю, кто таким, как ты, будет помогать, Люся? Ну ты что, думай сама. Понятно. А можно сразу двух поймать? Нет, нет, в коем случае. Их больше двух за сезон ловить вообще нельзя. А то популяция исчезнет. Ну я вот этого выбираю, это плохой. Ну замечательно, прекрасный выбор. Колечки с собой у тебя? Мне 47 лет, у меня всегда с собой колечки. Ну все, надевай ему на безымянный палец колечко надевай. А, колечко надевать? Да, колечко надевай. Так, сейчас. Обручально. У него тут палка. Ну убери палочку у него эту. Она примерзла. Ну надевай через палочку. Через палочку? Сейчас. Она не лезет. Ну накручивай, у тебя на кольце резьба. Не лезет. Ну как? Ну ты уже удочку прошла. Давай дальше. Ну. У него там кольцо. Накручивай поверх его свое. У тебя резьба. На, возьми плоскогубцы. Давай. Ну сильнее, ну. А, я сломала палец. Ничего страшного, у тебя еще девять попыток. Там достаточно даже одного. Ну толкай, сильнее. Не получается. Ну сильнее ты можешь толкать? Сильнее. Сильнее. Бабы. Люся, лови. Люся, лови. Люся, лови. Лови, Люся. Я не помню, где мой. Да любого хватай, любого. Вали его, Люся, вали его. Держи. Люся, держи. Держу. Держи, мне нужно. Держи крепче, мне нужна всего одна минута, Люся. Держу. Я готова. Властью данным Никировским ЗАГСом объявляю вас мужем и женой. Молодые, поцелуйтесь. Люся, целуй его. А куда целовать? Где у него рот? Целуй там между тулупами и шапкой в любое место. Там ледышка. Это слезы. Он плачет от радости. Целуй. О, все? Да. Сколько я вам должна? Шесть двести. Пять церемоний, а тысяча двести выезд. Супруг заплатит. КОНЕЦ